Когда в крови бурлит экстрим, ноябрьская молодежь осваивает новое увлечение, так называемый слэглайн. Описывать его словами бессмысленно, а проще, как в расхожей поговорке, один раз увидеть. В этом убедился Кирилл Мигель. Альпинистское снаряжение, спортивная форма одежды. Можно подумать, что этот молодой человек собрался покорять горные вершины. Кирилл Герасимчук-Карпов в свои 24 и впрямь имеет 14-летний стаж скалолаза. Но в ноябрьске, где нет ни Эвереста, ни других пиков, парень нашел себе другое занятие. Два дерева, нейлоновая стропа и физподготовка. Все, что нужно, чтобы заниматься слэглайном. Это сравнительно новое направление в калейдоскопе экстремальных видов спорта. Сравнительно, потому что новое оно для ноябрьска. К примеру, в Штатах слэглайн распространен уже больше трех десятков лет. Пошло это все с 80-х годов. Альпинисты думали, как бы им еще позабавиться в свободное время. И пришла идея равновесия на нейлоновой стропе. Соответственно, так и появился слэглайн. Они начали натягивать между горами и ходить со страховки, тем самым веселясь. Разновидностей слэглайна существует великое множество. Кто-то предпочитает просто ходить по растянутой стропе. То, что делает Кирилл, называется триклайном. От английского трюк. Для кого-то важна погоня за мировыми рекордами. Дальность дистанции, высота натяжения. К примеру, на этих кадрах до морской пучины явно больше километра. Нетрудно представить, как бы кончилась эта авантюра без страховочного троса. Но есть такие смельчаки, которые начали ходить без страховки. Их уже там в районе, наверное, пять человек точно. Среди которых даже есть девушка. И они вот ходят там соло по хайлайну. Лично для меня даже просто взобраться на эту штуку оказалась огромной проблемой. Без помощи профессионала у меня это сделать так и не получилось. Ее ширина всего пять сантиметров. Она тянута, например, в метре над землей. Но даже упадя с такого расстояния, вполне можно угодить в травмпункт. Учитывая, что вытворяют на этой штуке профессионалы, просто дух захватывает. Своими навыками Кирилл охотно делится со всеми желающими. Во дворце молодежи он открыл секцию по слэклайну. Пока в составе объединения ребят немного. Но со временем приверженцев нового направления обязательно станет больше. Уверен молодой человек. Сейчас у меня девять человек уже. И в следующем учебном году будем, безусловно, ходить опять же по школам. Показывать, что такое есть направление в нашем городе. Будем развивать его очень интенсивно. Потому что молодежь надо заинтересовывать. А такое направление, которое в России сейчас только начинает развиваться. И шансы добиваться прикольных результатов. Кирилл Мигель, Александр Иванов. Новости нашего города.